В это воскресенье всех жителей Владивостока приглашают на благотворительный праздник «Богатырская силушка», который пройдет в скалолазно-веревочном центре «Скайлаз». Организаторы фонд «Сохрани жизнь». Уже много лет активисты помогают детям с тяжелыми заболеваниями. И вот теперь помочь в борьбе за здоровье могут и все желающие. О грядущем мероприятии нам расскажет директор фонда Светлана Горковенко. Что это за праздник такой? Кто может принять участие? Принять участие могут абсолютно все желающие, взрослые, дети, даже бабушки и дедушки. Приходите, это семейный праздник. Впервые по такому формату пройдет в нашем Владивостоке. На Руси всегда славились богатыри своей силой физической и духовной. И мы как раз таким мероприятием даем возможность показать нашим мужчинам, так как это будет в праздничные дни 23 февраля данное мероприятие, показать свою силу физическую и, конечно же, духовную. Духовную в чем? В помощь детям с онкологическими заболеваниями. Так как все средства, собранные с этого мероприятия, за мастер-классы, которые будут проходить, будет очень увлекательное мероприятие, шоу творческих различных коллективов. То очень будет динамично и, опять же, повторюсь, в таком формате это будет впервые. Все собранные средства пойдут в помощь детям с онкологией. Те, которые находятся у нас во Владивостоке на лечении в Приморской краевой больнице номер один. А сколько у вас сейчас ребят, которым нужна помощь? Около 400 детей находятся в попечении нашего фонда, которым мы оказываем помощь. В том году, вот 2017 год закончился, мы подвели итоги. И мы благодарим всех жителей Владивостока, благодарим вас, как сотрудников СМИ, которые дают и помогают с информацией о том, какие нужны сборы, какая нужна помощь. И нам удалось отправить детей в центральной части России, около 53 семей. Наша сумма составила около полутора миллиона. Также мы закупили лекарства, которые не входят в перечень бесплатных медикаментов. Для наших детей около 500 тысяч было затрачено денежные средства. И эти все средства благодаря сборам наших неравнодушных людей. Вкратце, сейчас кому срочно требуется помощь, поддержка материальной? Конечно же, это перелеты, которые мы даже просто не успеваем открывать сборы, потому что потребность приходит сегодня, завтра нужно уже лететь. И нашим детям, которые вот как раз сейчас выходят на экран, нужно в течение года будет препарат Руокутан, который не входит в перечень бесплатных медикаментов. И дети находятся на амбулаторном домашнем лечении, так как все, скажем так, препараты, которые в больнице непосредственно, они обслуживаются нашим государством. Еще раз хочу постараюсь наступающим 23 февраля всех наших мужчин пригласить прийти на наше мероприятие, которое пройдет 25 февраля. Начало в 12 часов по улице Волховская, 29. Наши дети, к сожалению, не могут присутствовать на таких мероприятиях, но они очень переживают, волнительно смотрят на прямом эфире. И как раз у вас есть возможность показать нашим детям, как несмотря на препятствия, несмотря на их заболевания, можно идти к цели, добиваться результатов и выздоровления. Ну что ж, совместите на этих выходных приятное с полезным. Приходите на праздник от фонда «Сохрани жизнь». Напомню, с нами в студии была Светлана Горковенко, которая приглашает всех в это воскресенье на благотворительный праздник. Обязательно приходите, помогите, ребята. Продолжение следует... Продолжение следует...